Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. Меня зовут Елена и вы на канале Собсни. Подходит уже к концу месяца март. И, конечно, захотелось поговорить с вами о подарках и покупках марта месяца. Если вам интересно такое видео и такая тема, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. К сожалению, сейчас у нас и снег, и погода темнеет рано, поэтому я для вас снимаю при электрическом свете. Но я уже смотрела, при обычном свете получается очень-очень темно, поэтому я буду делиться своими впечатлениями с вами так. И начну я с посылки, которую я совсем вообще никак не ожидала. Мне муж принялся извещение и говорит, тебе посылка из Москвы. Но я ни от кого не ждала, конечно же. Я вообще и не думала. У меня она пролежала две недели, наверное, даже целых на почте. Потом я начала смотреть обзоры девочек. Лёле, привет тебе. Насте Лукьяновой тоже также тебе привет большой. У них я видела посылки от Насти Зарецкой. Это наша общая знакомая. Настя также является блогером, молодая девушка и хороший, интересный человек. Проходите на её канал. Я оставлю ссылку в инфобокс, и она мне прислала посылку подарочек, который я вообще абсолютно не ожидала. Вот с этого мы с вами и начнем. Приятная неожиданность к 8 марта, но получила я уже в 20-х числах марта. Это был вот прям небольшой такой пакетик. Первый это вот такой вот пакетик. Я тут не буду показывать, наверное, вот так вот в риса. Просто такой вот маленький небольшой пакетик, в котором лежала сама посылочка подарочек. Тут мелочи, они меня, если честно, очень порадовали. И ещё тот факт, что это очень вообще неожиданно. У меня такой первый раз на YouTube, хотя я веду канал уже больше 4-х лет. Это у меня первый раз, что вообще не знала про посылку. Она пришла, вот поэтому я вся под впечатлением. Там была вот такая вот небольшая открыточка, которую надо также раскрашивать. У меня уже была такая открытка от Насти. Спасибо тебе и за данную открытку. Здесь были приятные, тёплые пожелания с 8 марта. Тебя также поздравляю с прошедшим уже давно, но всё-таки лучше поздно, чем никогда с 8 марта. Желаю тебе здоровья, счастья, удачи, процветания твоему каналу и всего того, что ты сама захочешь. И подпись была тоже, что от Зарецкой Насте. Спасибо. Из полезной приятности маленькой были вот такие вот платочки, салфеточки 10 штучек. Здесь вот такие вот яркая упаковка. Удобно взять с собой, не таскать с собой отдельно салфетки. Всегда пригодится и мне, и с маленьким ребёнком. Если кто знает, эти вещи всегда незаменимы и нужны. Спасибо, это я буду носить с собой. Будет это со мной. Дальше в пакетике большом от Avon была вот такая вот вещь. Это от компании Skinlight. Я такую компанию не часто вижу и пробую. Это отшелушивающая подушечка для глубокого очищения кожи лица. Рекомендуется её использовать 1-2 раза в неделю. То есть, наверное, есть такая большая упаковка, а здесь такой небольшой пробник. Но я, конечно, попробую, мне это тоже интересно. В пустых баночках вам покажу и расскажу. Нужно очистить и высушить лицо, и потом нанести данную подушечку. Массирующими движениями и как бы её использовать можно. Одноразовая она идёт. Состав нам дальше идёт указан. Ну, в общем, попробую. Я и покажу вам, расскажу свои впечатления. Какая небольшая упаковочка. Пакетик был вот такой, ещё раз покажу, от Эйвен. Обычный такой, довольно крупный. Он тоже может пригодиться в хозяйстве. И из ухода был пробник. Настя мне сама написала, что это чоколад от Sephora. Или Sephora. Вот такой небольшой пробник. Кругленький, удобный. 7,9 мл. Это пробник геля для душа. Такие вещи тоже нужно носить с собой. Они имеют места быть, если мы куда-то едем, торопимся, идём, там, я не знаю, куда-то едем с ночёвкой. И скоро лето. Это обязательно пригодится, эти мелочи. Может, куда-то там поехать нужно будет. Какое-то небольшое путешествие. Можно взять с собой такой гель и не тащить огромные баночки. Таких баночек больших у меня дома много. В общем-то, хороший походный вариант. Я обязательно это истрачу и воспользуюсь данной вещью. Уже не первый раз Настя меня балует и радует этими блесками, которыми я с удовольствием сейчас пользуюсь. От компании Essence с маленькими такими дорожными версиями. У меня есть прозрачный, который я приспособила на помады. Также вот в этом оттенке, в ярком у меня сейчас на губах, ярко-розовый такой цвет фуксии. От Essence маленький мини лип глосс. 2 мл. Мне нравится этот блеск, но он довольно-таки липкий. И отдельно он смотрится, если без помады, так немножко с проплешинками ложится неравномерно. А на помаду он ложится хорошо. Здесь идет такой маленький спонжик, но удобно им неплохо наносить. Сейчас я вам покажу в один слой. Вот так он выглядит довольно-таки полупрозрачно. Но его можно наслоить. Блеск этот довольно липкий. Имеет приятный аромат. И может без карандаша для губ растекаться. Или без помады, без подложки под него. Но я использую на помаду для придания более такого красивого, яркого блеска. Этот блеск у меня из тех, которые мне Настя прислала. У меня было там три блеска. Это четвертый самый яркий. Прошу не обращать внимания. У меня сын уже проснулся. Он у меня смотрит мультфильм. Мы с ним договорились. И мы пойдем. Сегодня мы ходили в Макдональдс. Он очень у меня рад этому. Потому что мы, наверное, второй или третий раз ходили. Сейчас у него чего-то не получилось. Но посмотрим. Я думаю, он сам справится. Потому что мы с ним договорились, что я сниму. У меня дело важное. И мы потом ходили в Макдональдс третий раз. Потому что ему недавно было четыре с половиной годика. И сын у меня растет. Конечно, мы его решили порадовать, побаловать. И ходили мы в Макдональдс третий раз в жизни. Я знаю, что там недовкусное, но не полезное. Он там получил прекрасный шарик от игрушки с хэппи милл. Поэтому он был довольно-таки радостный. И сегодня я еще ему обещала сходить на эскалатор в один магазин. И сходить просто в магазин. Поэтому я сейчас это сниму видео и покажу. Мне обращать. Но зайди сюда, зайди. Я сейчас не буду это вырезать. Потому что у меня, к сожалению... Неси сюда мне. У меня, к сожалению, нет возможности переснимать дань. Давай, давай, я тебя достану. К сожалению, у меня нет возможности переснимать данное видео. Но у нас получается такое довольно-таки влоговое. Вот, держи. Держи. Вот у меня сын тут сейчас засу... Закрой, пожалуйста, дверь. И я сейчас доснимаю видео. Хорошо? Договорились? Все, у меня взрослеет товарищ. Понимает, что у мамы тоже. То есть у меня есть дела. Сейчас он у меня смотрит Кешу. Мультик советский. Вот, закрыл даже дверь. Знаю, что я выполнил свое обещание, что я с ним схожу. Давайте вернемся к Брестку. Он такой небольшой. Розовый такой. В цвет фуксии, да. У меня уже такие были. Я уже сказала, основные характеристики. Не очень стойкие, липкие. Но на помаду, на бальзам ложится хорошо. И под карандаш для губ тоже. Вот сейчас он мне и выглядит так довольно-таки освежающе. И еще два продуктика покажу вам. Пока которые я не открыла. У меня идет запас от Гурмандис. Это карандаш для глаз шоколадный. Коричневого цвета. Он затачивающийся. Неплохой такой оттенок. Ни светлый, ни темный. Я знаю, что карандаши Гурмандис довольно-таки твердые. Но я попробую его приспособить. И я люблю коричневый цвет. Сейчас он мне подходит. Мне он нравится. И я думаю, что я его использую в ближайшее время. Карандашики я люблю. И последний продукт, который был в посылке от Насти. Это нужная вещь. Канцелярия. Я просто обожаю. Настя мне дарила не так давно тетрадочки. В которых можно писать. Делать записи. Я уже в одной начала писать про моду. Я начала интересоваться базовым гардеробом. Туда я даже делала пометки. Вот этой ручкой я буду писать либо в тех тетрадочках от Насти. Настя, еще раз тебе спасибо большое. Еще за те тетрадки и за эту ручку. Ручка весенняя. Такого мятного цвета. И колпачок. Сама основа такая розовая, персиковая. Надеюсь, именно так вам камера и передает. Ручка это не автомат. С моей работой, к сожалению, нельзя иметь ручки автомат. Потому что у меня нервная работа. Я буду вот так вот сидеть на ней и вот так вот делать. Ну, то есть нервничать. Что делать не нужно. Поэтому я сама себе покупаю черные. Нам нужно на работе писать ручки. И вот это у меня будет лежать дома для моих дорогих и любимых заказиков. Из каталогов разных. От Фаберлика, Тейвана, Тарифлейм. В общем, я буду записывать все это и ручечкой. Доделываю я свой блокнот. И перейду, наверное, как раз еще к одной тетрадочке от Насти. Вот такая у меня была приятная, милая посылочка. Это не все, что я хотела вам показать. Я еще раз вам напомню, что на Настю Зарецкую, на ее канал, ссылочку я оставлю в инфоблокс. Проходите, подписывайтесь, смотрите ее видео. Настя, тебе еще раз большое-большое спасибо за данную сюрприз-посылку. Она меня очень порадовала. В бар такой довольно-таки холодный. Здесь такие приятные теплые чувства. Видно, что ты старалась, подбирала это для меня. Мне это очень-очень приятно. Я покажу вам две покупочки, которые я совершила. Они были небольшие. Это декоративные, можно так сказать, продукты. В магазине Магнит Косметик. Я увидела там оттенок лака, который я давно искала. Я, по-моему, нашла примерно такой же от Фаберлик. Но я не знала там по видео. Все-таки не передаются такие нюансы. И нашла я его со скидкой. Этот лак. У меня есть такая серия от Риммель. Два лака. Я подарила своей подружке. Один такой темно-темно-бордовый. Был в предыдущем моем видео на ногтях. И другой такой серый. Я его тоже подарю. Серо-синий. Тот назывался Панк Рок. А этот я взяла в оттенке номер 052 Блю Бейб. Серия Кейт. Также. Это лак с гель-эффектом. Смотрите, какой прекрасный, красивый, весенний, да вообще на любое время, годы и суток цвет. Голубо-сиреневый, нежный, цвет такого небесного, какой-то такой небесной глубины, высоты. Мне очень он понравился. Поэтому я взяла этот оттенок. Я просто не удержалась. У меня нет такого оттенка, но я его обязательно попробую и буду им пользоваться с удовольствием. Оттеночек, еще раз повторюсь, 052, хотя на самом написано вот здесь вот 1. 12 мл. Срок годности 30 месяцев. Покажу вам кисточку-щеточку. Я уже носила этот лак не раз. Она идет довольно-таки широко, удобная. Такая же, как в лаках от Фаберлик, которые идут CC-лаки, да. Хорошо наносится, но этот лак не стойкий. Недва у вас продержится, не больше того. Лак можно использовать как отдельно, самостоятельно именно этот цвет. Также комбинировать, например, на контрасте, как я делала с яркими лаками или с похожими на данный цвет лаками. Вот такие у меня были покупки. И также самое последнее, что я вам сейчас покажу в видео, это будет вообще, не знаю, супер просто вещь. Это вот такой вот бальзамчик для губ. Я взяла на кассе. Вот эти два продукта мне вышли, по-моему, по скидке 300 ровно рублей. Хотя вместе получалось там, по-моему, 380. Ну, как-то я попала на скидку 20% в общем-то в магазине. Я взяла бальзамчик Coca-Cola. Он действительно пахнет ванилькой и Coca-Cola. Мне очень понравился. Когда мы его доносим на губы, он хорошо питает губы, вывлажняет, смягчает. Стик имеет такой цвет безжеватый. И, конечно, есть у данного бальзама особенность. Тут написано, что он, по-моему, американский был. У меня упаковочка уже, к сожалению, не сохранилась с запахом Coca-Cola. Он очень сладкий на губах. Если вы нанесли помаду, вы всё равно будете сладость чувствовать именно этого бальзама. Если вы поели, например, солёный, у вас был этот бальзам на губах, вы всё равно будете чувствовать сладость. Если вас это не смущает, то берите его смело. Потому что бальзам хороший, на 2 или даже на 3 часа, он хорошо смягчает губы. Я его могу посоветовать. Мне он очень понравился. Выходит сейчас весенним за губами. Это моя находка, мой фаворит. И мне этот бальзамчик пришёлся очень по душе. Я его уже взяла на кассе в магазине Magnet Cosmetics. Вот такое вот у меня было видео. Сумбурное, но радостное. Это была и посылочка от Насты Зарецкой. Это были мои небольшие покупочки. Надеюсь, вам это видео было чем-то интересно, полезно. Если вы не подписались на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и напишите комментарий. Мне будет это очень приятно. Вы меня этим очень порадуете. И также нажимайте, пожалуйста, колокольчик для того, чтобы видеть уведомления о моих новых видео. Всем отличного настроения. С вами не прощаюсь. Я сейчас планирую записать для вас ещё одно видео о моих подарочках. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok